Компания Vivasan приветствует вас. Меня зовут Ольга Шерешева и Татьяна Болгова. Мы партнеры компании Vivasan уже более 20 лет. И сегодняшняя наша встреча для того, чтобы рассказать, как правильно пользоваться продуктом, для того, чтобы получить хорошие результаты. Самое важное для нас и для клиентов, естественно, это результат, который мы получаем благодаря продукции Vivasan. Из Швейцарии. Нет задачи рассказывать полностью презентацию нашу, но тем не менее немножко мы поговорим. Мы поговорим о преимуществах нашей компании, познакомимся с правилами применения, я думаю, под запись, так что возьмите, пожалуйста, карандашики. Вы узнаете, как получить продукт еще дешевле или вообще бесплатно, то есть как правильно зарегистрировать нового сотрудника, какие возможности открывает компания Vivasan для дополнительного заработка и даже для серьезного бизнеса. Что же такое Vivasan? Это марка Томаса Гетфрида. Компания является генеральным представителем шести старейших швейцарских компаний, которые известны во всем мире. Причем два из них являются собственностью компании Vivasan. Это компания Интракосмет, которая производит натуральные кремы и многое другое, и для лица, и лечебные кремы. И Жельпель, собственная компания Томаса Гетфрида, которая производит в том числе и напитки, ну и сейчас по уникальной технологии микрокапсулы, которые усваиваются организмом до 85%. Это суперважно. За эти годы 25 лет мы отметили в конце прошлого года, то есть весь этот год считается юбилейным, четверть века. Открыто представительство в 30 странах мира, официальные представительства, но еще очень много стран, где просто потихоньку пользуются и работают наши дистрибьюторы. Вся продукция только растительного происхождения. Это важно сейчас очень. И так много у нас натуральной продукции, причем только растительной. Там нет даже компонентов животного происхождения, антибиотиков и гормонов, синтетики в качестве отдушки и консервантов. И вся продукция гипоаллергенная. Безопасность гарантирована. Сертификаты ВИГМП и АЭСО – это сертификаты, которые должны быть у каждой серьезной компании. Сертификаты качества производства и сырья. То есть сертифицируются на уровне сырья. Вообще даже на уровне земли. Даже земля проверяется для того, чтобы выращивать сырье для подобного рода продукции. В Швейцарии законодательством запрещен и ввоз, изготовление и использование генетически модифицированной продукции. То есть этого также нет. По сериям вы можете познакомиться. И мы вам знакомили, какие серии, для чего они нужны. У нас около трехсот наименований. Это и для красоты, и для здоровья, что очень важно, особенно сегодня. И для благополучия компания тоже приготовила для вас очень много таких интересных предложений. Итак, что мы делаем, когда мы заболели? Мы идем в аптеку, покупаем лекарства. Что делает лекарство? Оказывает помощь временную, устраняет причину болезни. Но, вернее, устраняет симптомы. Но причину болезни оно не устраняет. Лекарство может сохранить человеку жизнь, но здоровью все равно не даст. Продукция компании на растительной основе дает все необходимые клетки для восстановления клеток, те необходимые материалы. То есть, иначе говоря, строительный материал, который дает возможность нашему организму восстановиться. Потому что ни одно лекарство в мире не лечит. Человеческий организм – это самоисцеляющая такая система. Но и вот компания своим продуктам дает возможность предоставить организму недостающие вещества, поставить недостающий материал строительный для формирования даже новых клеток, напитать организм натуральными элементами, создающими более высокую жизнеспособность и, конечно, энерго. То есть, в сравнении с лекарственными препаратами, от которых мы, конечно, не можем отказаться, продукция Вивасан действует легко, на клеточном уровне очищает и восстанавливает организм. Продукция уникальна, и от правильности применения зависит ее результат. Продукция серьезная, и обращаться с ней нужно на вы. В нашей коллекции очень много мультивитаминных напитков и сиропов, лечебные таблетки-капсулы, эфирные масла, эфирные композиции, трансдермальные кремы, косметика премиум-класса, серии для волос и многое другое. Но, конечно же, мчужиной нашей коллекции является ароматерапия. Это один из самых древних способов лечения, и я всегда привожу в пример. Я помню, первый раз, когда прочла в ароматерапии вот этот факт, он на меня произвел очень сильное впечатление. 6 тысяч лет назад люди уже умели дистиллировать эфирные масла и использовать их в качестве профилактики, лечения, общего оздоровления. Случай, который описан в литературе, во всей литературе, связанной с ароматерапией. В 1963 году в окрестностях Рима было найдено захоронение, где лежала девочка около 12 лет. Когда археологи вошли в это захоронение, там был аромат, причем такой аромат многих эфирных масел. Так вот, девочка, которая там лежала, у нее сохранились волосы, реснички, и вообще, казалось, даже цвет лица был нормальный. Казалось, что она сейчас вот откроет глазки и встанет. Это масла, которые сохранили в таком виде человеческую плоть, и этому захоронению было две тысячи лет. Вот такой пример ароматерапии. Что это такое? Ароматерапия – это лечение запахами целебных трав, которые дают возможность восстановить свой собственный организм без уколов и таблеток. То есть он как бы дает такой, как триггер, он запускает нашу систему восстановления. И естественно, как сама природа, потому что врач лечит, природа исцеляет. Вот о правилах скажет Татьяна Волгова. Какие это правила? Татьяна? Есть несколько правил, которые мы должны применять безукоснительно. Чистые эфирные масла нельзя наносить на кожу и слизистые. Но есть исключения. Это масло лаванды, масло чайного дерева, нерали, жасмин и роза. И обязательно нужно пить очень много воды, чтобы выводились шлаки. И еще ароматерапия – это минимальные дозы, это капли. Да, вот здесь спасибо, Татьяна. Здесь очень-очень важно помнить, что здесь чем меньше доза, тем лучше. Главная система. Но следует запомнить несколько правил. Масло лимона не следует использовать на солнце. Вечером можно. А вот перед выходом на улицу, летом его не следует использовать. Ну, потому что могут быть там такие неприятные моменты на коже. Можевеловая серия не используется при тяжелых заболеваниях почек. Тимьяновая не рекомендуется при гипертонии. Хотя при гипертонии, даже если гипертония, нижнюю часть тела можно. Поскольку крем тимьян очень хорош при проблемах желудочно-кишечного, например, тракта или суставные проблемы. Масло базилика и фенхеля осторожно при повышенной свертываемости крови. Хотя, вы знаете, когда мы делаем вот эти пометки, когда мы спросили у ароматерапевтов, он говорит, вы знаете, базилика нужно выпить в ведро для того, чтобы вот эта свертываемость нарушилась. Но тем не менее, мы не знаем, будет ли пить человек по одной капле или, как у нас был один случай, 40 капель на каплю. Масло шалфея не используется при эпилепсии. Ну, а остальное можно посмотреть в наших справочниках на сайте zkbv.ru. Это аббревиатура Z – здоровье, красота, благополучие, свивасан. И там, конечно, очень много различной информации. Как мы используем эфирные масла? Какие процедуры, Татьяна? Эфирные масла используются или с эмулигатором, или без эмулигатора. Нужно запомнить, что без эмулигатора мы делаем аромолампы – это две капли на 5 квадратных метров. Аромамедальон – 1-3 капли. Холодные ингаляции. Холодные ингаляции – это на масочку, на платочек, на подушку, на сорочку. И горячие ингаляции. Горячие ингаляции тоже нужно запомнить. Не выше 70 градусов должна быть вода. И обязательно, когда мы накрываемся, то закрывать глаза. И еще нужно запомнить, что нельзя горячие аромоингаляции делать. Ингаляции делать детям до 3 лет. Также очень важно, что остальные все процедуры делаются с эмулигатором. Какие следующие процедуры? Это компрессы, полоскания, капли в нос, тампоны, турунды, микроклизмы, ванночки. В ванной воде должна быть 36-38 градусов. Также капаем от 2 до 5 капель. Вот, допустим, масло апельсин – только 2 капли. И еще область сердца не погружаем в ванную. А вот что такое эмулигатор? Эмулигатор – это соль, сахар, молоко, мед, водка. И очень важно запомнить, как употребляем вовнутрь. Вот чай. На кружечку чая берем сахар, чайную ложку. Многие не любят сахар. Да и вот возьмите просто на кончике ложки. Можно мед, да? Можно мед, да. Но многие вообще даже пьют без сахара, без меда. Поэтому вот просто, вот даже не заметите. Одну капельку на маленькую часть сахара. Это вот так. Вот апельсинчик. И опускаем. Подышим. И выпили. А сейчас давайте проверим себя. Скажите, пожалуйста, какая температура воды должна быть в ванне? Вспоминайте. 36. 36-38 градусов. Да, я еще не сказала, сколько мы принимаем минут в ванну. Ну, от 3 до 15 минут. Можно 20 минут. И через день или 21 день, 10 дней отдыхаем. Так, что мы еще должны проверить? Температура воды. Какие бывают эмульгаторы? Кто назовет? Это сахар, мед, варенье, молоко, сливки, кефир, водка. Тут, наверное, знаете, как проще запомнить? Проще запомнить следующим образом. Либо это должен быть жир, либо спирт, либо мелкодисперсное что-то такое сыпучее. То есть вот типа соды, соли, сахар и прочее. Почему? Потому что масло легче воды, оно таким пятном падает на воду. И для того, чтобы не было неприятностей, не обжечься и так далее. Потому что всякие разные масла эфирные бывают. Если мы сыпем на жир, да, льем, то он там растворяется, то есть расходится. А если мы капаем на сахар, соду или соль, то он как бы цепляется за каждую вот эту солинку и сахаринку. И таким образом тоже размельчается. И еще, конечно, Ольга Васильевна, это хлебная капсула. Часто мы ее рекомендуем, не сказали про нее. Чайное дерево, да. Здесь мы забыли хлебная капсула. Что такое хлебная капсула? Это взять кусочек хлебушка, свернуть его в мякиш и туда капнуть одну каплю, допустим, чайное дерево. Легче всего пьется именно так и удобнее всего. Заворачивается в эту капсулку и проглатывается. Что еще можно использовать? На самом деле, смотрите, если есть эфирное масло, вы мажете руки кремом, капните одну капельку в крем любого масла эфирного, да, для того, чтобы уже, потому что на ладошках, на руках. Вы мажете ноги, то же самое. Для лица крем тоже можно добавить. У нас, конечно, есть уникальные совершенно кремы, которые еще и по лифтинговым эффектам обладают. А так, в косметический крем, на зубную пасту, в тесто, в салат, в булочки, в пирожки. Очень вкусный творог получается при смешивании. Буквально одна-две капли. Ну и, конечно, водку. Как говорят профессионалы, если одна-две капли на бутылку водки, когда пришли гости, ну, во-первых, он немножко облагораживает, там не будет такого резкого запаха, он немножко облагораживает этот напиток. И говорят, что после, на утро, нету никаких проблем, голова не болит. Ну и, конечно, очень интересно, это из экономии, можно, когда мы пьем чай, потому что, смотрите, когда человек покупает какое-то масло, нужно, конечно, курсом его пропить или использовать. Курс – это 21 день, неделя перерыв, ну и как бы дальше можно продолжать. Так вот, если мы пьем чай, он, кстати, очень вкусный еще получается, и душистый, ароматный, с эфирным маслом лимона, апельсина, кому-то нравится эвкалипт, ну, кому что. Так вот, если мы капаем в чай, чтобы пить этот чай, мы можем сэкономить вот каким образом. Это как бы само собой, по одной капле утром лимон, вечером можно апельсин и так далее. А вот для того, чтобы он был более душистым и вкусным, можно в сухую заварку насыпать, ну, конечно, это должна быть жестяная хотя бы баночка, насыпать, нанести несколько капель на стенки банки, покатать, пошуршать этим чаем, и чтобы он постоял день-два, а потом просто встряхивать перед тем, как используем. При стирке можно использовать отпугивание насекомых. Летом это особенно важно, да. И сейчас, конечно, очень важно капнуть на маску, когда мы выходим из дома, или на подушку вечером, когда мы ложимся для того, чтобы, ну, мало ли, что-то, где-то что-то подцепили. В общем, надо просто полюбить, и тогда этот мир совершенно другой. Кроме того, можно наносить кремы удобнее всего на влажное тело. И вот смотрите, у нас есть кремы, там 100 миллилитров. Ну, кажется, ну как, если мне нужно намазать руки, ноги и вообще все на свете, его же надо очень много. Ребят, полсантиметра можно взять крема, ну, я капаю в ладошку немного воды, и влажными руками вот просто размазать этот крем наносится на руки и вообще куда там вам нужно. Потому что, не только потому, что оно хорошо разносится, но еще потому, что вода является очень классным транспортом для эфирных масел. Оно очень хорошо, быстро проникает сквозь все наши слои кожи. Если мы берем мультивитаминные напитки, сиропы, иначе говоря, мы их называем сиропы, на самом деле многие из них вообще не сиропы, потому что сироп предполагает сахар. А здесь у нас сейчас, например, артишок вообще стал без всяких добавлений каких-то таких сладких. И все мультивитаминные напитки нужно обязательно хранить в холодильнике после того, как его открыли. Это очень классная вещь, потому что тогда мы понимаем, он действительно натуральный. Когда мы варим компот, мы его должны поставить в холодильник, и он где-то дня через три прокиснет. Ну, потому что сахар неочищенный, неправильно очищенный. Конечно, напитки – это другое, но они хранятся в холодильнике около месяца. Это как раз тот самый срок, который нужно использовать эти напитки. Шампуни очень экономично разводятся водой один к пяти. То есть если покупаешь вот этот большой флакон шампуня, его можно отлить в другой флакончик, разбавить из расчета 1 часть шампуня и 5 частей воды и пользоваться ими. Теперь есть у нас таблетки, которые не требуют запивания водой, а вот как при сердечных проблемах, слушайте, забыла даже, как называется, мы используем под язык, да? Напомните мне, как это называется. Нитроглицерин. Да, нитроглицерин. Почему это важно? Потому что почему, когда сердцем что-то плохо у человека, ему дают нитроглицерин, и он рассасывает его во рту быстро. Потому что это мгновенное всасывание в кровь. И вот такие у нас есть таблетки, которые работают таким же образом. Яблочный уксус после еды, зеленый чай, ацерола, витаминный комплекс, ПЦ-28 – это таблетки от всякого рода боли. Ну и, конечно, есть продукты, которые строго выпивать нужно за полчаса до еды. Такие, как флоромакс, метеорин, экстракт грейпфрутовых косточек. То есть ты их выпиваешь. Нужно, чтобы организм, так сказать, подготовил. Флоромакс, метеорин перед едой, да? Вот когда он за полчаса выпивается, тогда и растворяется уже, тогда принятие пищи идет уже вот на эти препараты. И тогда результат будет блестящий. Так, ну что, проверяем, как пользоваться кремами. Скажите, кто-нибудь? Обязательно немножечко, где-то полсантиметрика, и на влажное тело. Да, спасибо. Где хранить мультивитаминные напитки после вскрытия? Напитки хранятся обязательно в холодильнике. И, конечно, вода. Говорите о том, что там ведрами ее пить, но пить воду обязательно для улучшения хорошего результата. Обязательно. Так, если есть вопросы, мы их, конечно, будем ждать. Ну и теперь чуть-чуть поговорим о каких, какие возможности предоставляет компания Вибаса. Знаете, на сегодняшний день, по-моему, это уже не только миссия. Это уже, наверное, каждый человек, у кого есть сердце совести и вообще не знаю что, я считаю, должен всем рассказать о том, что, ребята, есть натуральный, не так много такого продукта на рынке вообще, а это лучшее из лучших, потому что Швейцария, мы знаем, что считается и до сих пор, и, я думаю, будет всегда таким мерилом для того, чтобы понять хороший продукт. Итак, его можно продавать. Если вы купили, взяли дисконтную карту, его можно продать и получить вот эту разницу между двумя прайсами. Вы можете человека зарегистрировать, то есть помочь ему выбрать дисконтную карту. Потому что если человеку понравился продукт, и он понимает, что он ему нужен, естественно, каждый человек хочет купить его дешевле. Что для этого нужно сделать? Нужно выбрать всего-навсего пять продуктов, любых. Более того, самое главное, эти продукты могут любые быть по цене. Нет ограничений по цене. Не обязательно покупать очень много, очень дорого. Можно купить сначала самые недорогие продукты. Если это подороже продукты, там еще идут, конечно, подарки. А если это самые дешевые продукты, подарков не будет. Но скидка будет одинаковая и для тех, кто купил на большую сумму, и для тех, кто купил на небольшую сумму. Кроме того, заполнять регистрационную форму, ну, для того, чтобы можно было новости какие-то сообщить и прочее. Мы заполняем дальше бланк заказа на продукцию, ну, если это в офисе происходит, и вы получаете еще подарок за то, что вы подписали человека, за то, что человеку дали дисконтную карту. А вот шестое наименование уже и последующее всегда человек покупает со скидкой 23%. Есть несколько вариантов регистрации, более дорогой. Там четыре варианта, которые можно выбрать для себя. Ну, смотря, что человеку нужно. Опять же, я повторяю, что разница только будет в подарке. Подарок – это маленькие кремы 10 мл, для того, чтобы попробовать, да, потому что какой крем подходит, что можно было потом купить. Но есть еще один самый бюджетный вариант. Мы смотрим в прайс-листе не на название, а на цену. И вот мы выбираем этот фокус. Я очень люблю. Мы выбираем по цене вот эти вот, по цене, даже не наименование, а просто цену. Что самое дешевое? Мы выбираем самые дешевые пять наименований. Это может быть где-то в районе трех с половиной тысяч рублей, три тысячи семьсот рублей. И мы всегда удивляемся тому, что то, что мы выбрали, они нужны. Это бальзам альпийских трав, которые в сумочке носятся и от простуды, и как защита сейчас от вирусов. Лимон, апельсины, эвкалипт, лаванда, крем для рук и многое другое, которое… И средства еще очень дешевые. Да. Вот. Так что вот как бы да. Когда мы выбрали продукт, оплатили, нам выдали дисконтную карту, ну, человек, который подписывается, и она уже позволяет покупать продукцию. Ребята, теперь внимание, восклицательный знак. В любой стране мира, где есть Вивасан, где есть продукция Вивасан, то есть где есть филиалы, а это около 30 стран. По той же самой цене, по этой же самой дисконтной карте. Все адреса есть на сайте у нас, www.vivasan.com или в разделе «Контакты», или у нас на zkbv.ru. Поэтому мы… Вы знаете, еще раз хочу повторить, ребят, на сегодняшний день мы не имеем права молчать. Мы все-таки должны сказать людям, что есть такой вариант, а на сегодняшний день это должно быть, грейпфрутовые косточки, которые спасли уже тысячи жизней, те, кто знает Вивасан. Просто я не шучу, это действительно так. Назальный спрей, который даже если человек подхватил вирус, а он садится в основном на слизистые, да, и в течение 4-5 часов сбрызнул, оросил горло и нос, то это тоже убивает сразу бактерии. Это, конечно, витамины, ну и так далее. Так вот, когда мы рассказываем человеку о том, что сейчас реально есть продукт, который может вас спасти, есть два варианта. Ты можешь просто купить, и для этого есть прайс-лист, и ты можешь зарегистрироваться или зарегистрировать человека, получить дисконтную карту. То есть мы рассказали и говорим, если хочешь, вот прайс-лист, по которому ты можешь купить. Если ты хочешь покупать дальше, тебе понравится, ты можешь купить 5 наименований, получить дисконтную карту и будешь пользоваться скидкой. И кроме скидки, это еще и разного рода мотивации, это программы, возможность участия в семинарах и конкурсах. Кстати, у нас в конце марта будет семинар в Воронеже проводить президент компании Томас Гюнфрид. Кроме того, если серьезно заниматься бизнесом, это еще и перспективы развития международной структуры, пассивный доход. Ну и, внимание, что по пассивному доходу? Пенсия по-нашему. Но если здесь пенсия наша, которая у нас иногда просто неприличная, то здесь пассивный доход вполне приличный, даже если не работать. И еще восклицательный знак переходит по наследству. Бизнес переходит по наследству. И за 25 лет у нас это было уже, конечно, не один случай. Сколько можно заработать, если продавать? Если продавать всего-навсего, есть у нас такой уникальный продукт, который может быть даже младенцем, это артишок. Это печень, желудочно-кишечный тракт, это кровь, по сути, да, потому что печень очищает кровь, ну и многое другое. Вот продавая всего два артишока в день, просто продажи. Прибыль составит 1200 рублей. Если это каждый день, всего-навсего. Я даже, а если прибавить к нему еще масло лимона, которое хорошо работает, я сейчас говорю только об артишоке. Два артишока в день. А сейчас это очень важная вещь. В месяц это составит где-то 31 тысячу. Я даже считаю 26 дней, 4 выходных, 31 тысяча рублей, плюс от компании приблизительно около 9 тысяч рублей вот за этот оборот. То есть всего 40 тысяч рублей можно заработать, продавая в день всего два артишока. Если зарегистрировать три человека в месяц, это вообще раз в 10 дней, привезти и зарегистрировать человека, у нас это называется бизнес-группа. И рассказывать тоже, слушай, если ты зарегистрируешь три человека, ты получишь где-то продукцию на сумму от 6 до 12 тысяч рублей продукции. А если построить структуру сбыта, серьезную, то есть серьезный бизнес, конечно, это не за день и не за два, то пассивный доход составляет от 50 тысяч рублей до миллиона и более. Конечно, там уже, там, где более, это единицы. Но для этого нужно время и работа, конечно. Ну а дальше мы можем осуществлять свои мечты. Всякий дом, квартира просторная себе и детям, дачи, автомобили, украшения, ну и, конечно, кто любит, путешествия. Но главное – стабильную ренту и финансовую независимость. Так, а теперь я вас попрошу задавать вопросы. Включайте микрофоны, у кого они есть. Если есть, да. А впоследствии можно задавать любой вопрос вашему спонсору или зарегистрироваться на нашем сайте zkbv.ru. Можете выйти на сайт, можете выйти на YouTube, просто написав «Здоровье, красота, благополучие». И там огромное количество видео, прямых эфиров на любую тему и по бизнесу, и по продукту, и по компьютерной грамоте. Так, если вопросов нет, что я хочу вам сказать? Вы знаете, вот шанс дается всегда, мы не всегда его используем. И нужно принять решение. Когда мы говорим о том, что, ну, а какой-то вечер купить, не купить или еще, это для нас очень-очень важное решение. И почему-то самое неважное решение – это наше здоровье. Оно становится важным решением, когда уже иногда даже бывает поздно. Ну, или просто серьезная когда проблема. А вот что такое профилактика и как защитить, да, как это, подстелить травку-то, чтобы не упасть. Знал бы, где упал, соломки подстелил бы. Вот эта соломка – это то, что дало возможность сейчас, вот во время пандемии, очень многим людям и выжить или пройти вот эту болезнь очень легко. Поэтому, если принимать решение, принимайте его сейчас. Просто быть потребителем или сотрудничать. Любое решение ваше, оно правильное. Только сообщите об этом нам. Никаких денег дополнительных не нужно вкладывать. Обязательных продаж, которые вот ежемесячно что-то надо делать, не нужно этого делать. Очень демократично. И мы сможем помочь вам максимально. Просто скажите, хочу быть клиентом, значит, мы знаем, каким образом вам помочь. Или хочу зарабатывать, дополнительный заработок какой-то. И мы также будем рядом. Спасибо вам за доверие к нашей продукции, кто уже пользуется. Ну и поздравляем с тем, что вы стали потребителем одной из самых лучших продукций в мире. Швейцарская продукция VivaSan. Большое вам спасибо за внимание. Здоровья, красоты, благополучия. Пока.